Ты когда-нибудь слышал о 33-годичном цикле? Наши календари неверны, в году не 365 дней. Мы всегда немного рассинхронизированы. Но каждые 33 года всё возвращается на круги своя. Звёзды, планеты, вся Вселенная выходят на те же позиции. Солнечно-лунный цикл. Мой дед был помешан на таких вещах. Большой взрыв и большое сжатие. Вечное возвращение Ницше. Вселенная, бесконечно повторяющая себя. Путешествие во времени. Хага Танхаус. Я уже давно ни одной не встречал. Их напечатали всего 500 экземпляров. Вы пишете о солнечно-лунном цикле, в котором всё повторяется каждые 33 года. С космической точки зрения, да. Каждые 33 года лунный цикл синхронизируется с солнечным. Но это число... Есть нечто большее. Мы везде с ним сталкиваемся. Иисус сотворил 33 чуда. Есть 33 летания ангелам. У Данте 33 песни о чистивище. И столько же о рае. И в этом возрасте Антихрист начнёт своё правление. Наше мышление сформировано дуализмом. Ход, выход, чёрное, белое, добро, зло. Всё представляется как пары противоположностей. Но это не так. Ты когда-нибудь слышал о Триквестре? Тройной узел. Ничто не является целостным. Без третьего измерения. Есть не только верх и низ. Есть ещё центр. Описывая время и пространство, Эйнштейн и Розен кое-что упустили. Так был. Сотворён мир. Червоточина соединяет не два, а три разных измерения. Прошлое, настоящее и будущее. Но почему ты так увлечён временем? Я хочу понять, смогу ли изменить его. Если у всего есть цель, то кто решает, какова она? Случайность? Бог? Или мы сами? Свободны ли мы по-настоящему в своих действиях? Или всё снова вернётся к бесконечному циклу? А мы можем лишь подчиняться законам природы и быть рабами пространства и времени. Пока существует червоточина, есть и замкнутая временная петля. Внутри неё всё взаимозависимо. Не только прошлое влияет на будущее. Будущее также воздействует на прошлое. Это как вопрос о курице и яйце. Уже нельзя сказать, что появилось раньше. Всё. Отлично. Продолжение следует...